Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. Прежде чем перейти непосредственно к вопросу я хочу сделать небольшое такое предупреждение о том, что вопрос представляет из себя комплекс. То есть тут в данном случае не только чисто психологическая проблема. Тут, как мне кажется, запрос о так называемой наводке. То есть когда человеку нужна рекомендация, нужна рекомендация к кому именно вот обратиться и, значит, чьей помощью, скажем так, воспользоваться. Вот. И по этому поводу, да, по этому поводу, по этому моменту, автор вопроса уже получил свои рекомендации. То есть я не буду делать акцент на некоторых моментах, а моменты эти связаны в частности с ребенком. То есть у нас здесь, получается, проблема связана с ребенком, проблема связана с, ну, взаимоотношением с ребенком. Вот. Я не буду затрагивать и не буду заострять внимание достаточно вот подробно на некоторых моментах, связанных именно с ребенком. И с его, ну, ну, некой такой вот, скажем так, проблематикой, связанной с ним. Потому что, на мой взгляд, на мой взгляд, коллега уже дала достаточно подробный и достаточно полный ответ. Именно конкретно по направлению ребенка. То есть, ну, по направлению, вот, как взаимодействовать в данном случае с именно ребенком. Я постараюсь в своем ответе больше посмотреть на ситуацию с психологической точки зрения. То есть, с точки зрения именно психологии, с точки зрения именно, вот, скажем так, взаимодействия с, ну, между вами и ребенком, да. Вот. И больше внимания я буду уделять именно этому, потому что мне кажется, что так информация, которую вы получите, будет, ну, скажем так, скажем так, более полной, да. Вот. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, по крайней мере, так это выглядит. Вот. Тем не менее, хочу сказать, что я не детский психолог. Детская психология не является приметом, приметом моих интересов. И, опять же, в данном случае я постараюсь больше затрагивать тему именно вас, именно какой-то вашей проблематики, вот. Чтобы вам, вот, так сказать, самой, было несколько понятнее, то, с чем вы имеете дело. Итак. Ребенку 4 года. Мне 35 лет. Семья полная, но с мужем отношения напряженные. У нас разные подходы к воспитанию. Я более замкнутый. Человек-муж общительный. Во многих вопросах мы не можем достигнуть компромисса. Но дело не в этом, хотя я понимаю, что все взаимосвязано. Дело в том, что на протяжении этого времени я не помню, когда мне с сыном было легко. Он может начать истерить, потому что что-то закончилось. Он не выспался, он не любит гулять на улице и ездить на машине. Он пугается незнакомых мест, может легко расплакаться, зайти в истерике. С другими детьми он особо не хочет общаться, может поздороваться, но стесняется или говорит, что они слишком громкие. Из плюсов можно отметить, что интеллектуально он развеет замечательно. Считает, разговаривает, пересказывает сказки, поет песни, собирает конструктор, пазлы, рисует, чинить машинки, помогает по дому. К примеру, протереть пыль. Очень возбудимо и впечатлительно. Прошлым летом я писал здесь свою проблему и наобред отказался выходить на улицу, потому что муж занес его с прогулки с силой и под вопли сына. И все, причем мы заранее предупредили сына, что заходим домой, было видно, что он устал, но нет, уперся и в плач. Муж взял подмышку его и занес, стерка продолжилась и дома, пошла. Он не хотел выходить даже на лестничную клетку, никакие уговоры, ничего не помогало. Как вы понимаете, мы были в шоке, мы не знали, как справиться. С трудом нашли невролога, который согласился приехать на дом. На мои рассказы ответ был такой. Вводите свои силы даже через крики и истерики. Вводите силы. Но с ним не работает так. Наказание угол только ускупляет поведение силы. Выпси успокоительная сказала пройти обследование. ЭКГ, КТ головного мозга. Муж на это все реагировал тяжело и, к сожалению, не помогало, лишь доводил меня упреками. В итоге мужа я отправила к его родителям, собрала силами и мягко не давя на ребенка, мы вышли на улицу. Теперь к главному. Сын очень боится врачей и после прививок в поликлинике, у него хорошая память, учитывая нашу ситуацию, я думаю, что у нас большие проблемы по неврологии. Как нам пройти данное обследование? Я боюсь повторения ситуации в прошлом году, я боюсь, что не смогу успокоить сыну, он реально сильно кричит, становится неуправляемым. Более того, я стал нервный и раздражительный, я стал еще доверен, наверное. Получается замкнутый круг. Нам нужно пройти обследование, но я не знаю, как к этому правильно подойти. Вы же понимаете, что я не смогу взять и нести его силы, так как на ЭКГ и вовсе нужно сидеть спокойно. Я больше не хочу все лето сидеть с сыном дома, помогите, я отчаянен. Такой вот вопрос. Значит, что меня здесь смущает? Смущает то, что вы пишете про отношения с вашим мужем, которые вы сами охарактеризовываете как напряженные. Вот. И как бы говорить о том, что, ну, я знаю, что они напряженные, да, я в курсе, но, значит, как бы дело не в этом. Дело в том, что с точки зрения психологии, если мы не берем здесь в расчет некоторые моменты, связанные с вашим сыном, да, вот. Так вот, если мы не берем это в расчет, то, вот, как вам сказать, подобное, подобное поведение ребенка связано именно с напряжением между родителями. То есть, что это, что это такое, что это значит? Ну, по сути, это значит то, что если между родителями не все гладко, вот, и если есть, к примеру, какие-то недомовки, да, если есть, к примеру, какие-то вот, скажем так... Недоговоренности, да, если есть, ну, особенно если есть что-то невысказанное, то ребенок может на это реагировать в общем и целом достаточно негативно. Достаточно он может на это реагировать экспрессивно. Вот. При том, в общем-то, что даже при отсутствии каких-то, ну, проблем, сложностей с, допустим, нервной системой и прочее, это может происходить. То есть, в рамках нормы это может происходить, что лучше говорить про ситуацию, когда нормы, ну, когда нормы здесь в данном случае, суть по всему, немножечко обходят на второй план. Вот. Поэтому, здесь бросается в глаза то, что вы пытаетесь решить проблему вашего сына, ну, проблему, которая возникает с вашим сыном. Вот. Как бы в обход взаимодействия с мужем. Вот. Что, на мой взгляд, в принципе, не является хорошей историей, потому что взаимоотношения с вашим мужем и, в целом, атмосфера, атмосфера, которая вот, ну, как бы, которая присутствует в семье, она является в данном случае определяющей по влиянию на ребенка. Вот. И очень важно, чтобы вы по отношению к мужу, да, возможно, перестали бы вести себя как родитель. То есть, вот вы говорите, да, там, отправила, значит, мужа к родителям, да, ну, что значит отправила мужа к родителям? То есть, ну, насколько это вот экологичное поведение? Вот. То есть, нет ощущения, что вы в каком-то смысле со своим мужем, да, находитесь вот в, ну, в конструктивных таких отношениях, в конструктивном взаимодействии. Вот. Есть ощущение, что вы взаимодействуете, ну, в частности, в частности. Есть ощущение, что вы взаимодействуете только как муж и жена, вот, только как родители, то есть как мать и отец. А личностного общения как раз таки, ну, в этом смысле между вами довольно мало. И мне кажется, что это является серьезной проблемой. Вот. Поэтому вам необходимо, в первую очередь, обратить внимание на взаимодействие со своим мужем и постараюсь, значит, обходить потихонечку от, ну, той позиции, которую вы занимаете, сейчас. То есть, это позиция, вот, родительская такая. Такая родительская, получается, у вас позиция по отношению к мужу. Вот. Это не несет ничего хорошего вам от слова совсем. Вот. Дальше. У нас разные подходы к воспитанию. Я более знаменитый человек, муж общительный. И во многих вопросах мы не можем достигнуть компромисс. Смотрите. Значит, вы не умеете, получается, договариваться. Вот. Здесь возникает вопрос. Как вы вообще, в общем и целом, стали вместе? Вот. То есть, если вы будучи такими разными, все-таки, значит, вместе, значит, по-видимому, какие-то вот точки, да, какие-то точки соприкосновения между, ну, ну, между вами, да, какие-то точки взаимодействия между вами, они все-таки, все-таки присутствуют. Вот. Вопрос заключается в том, что это за точки такие. То есть, что это за точки соприкосновения. То есть, как вы, ну, вообще в этом смысле, как бы, стали вместе? Вот. Это вас объединяет. И нет ли в вашем, например, общении, да, нет ли в вашем взаимодействии, допустим, элемент компенсации, когда и вы что-то компенсируете в отношениях с, ну, с мужчиной, с мужем, и он пытается что-то компенсировать тоже в отношениях, например, с вами. Вот. То есть, то, что вы разные, в этом нет ничего плохого и ужасного. А вот найти способы, скажем так, договариваться, найти способы достигать компромисса, несмотря, ну, несмотря ни на что. Вот это очень важный момент. И то, что вы не умеете это делать, обозначает, что, скорее всего, имеют место быть обиды, имеют место быть какие-то, ну, скажем так, может быть, скрытые, да, подгодные камни в отношениях. Вот. Что, в свою очередь, естественно, приводит к напряжённости. Да, вот. Опять, опять же, нужно понимать, что ребёнок, как бы, видит, например, как его, допустим, родители решают. Проблемы. И, в общем и целом, он вполне может делать так же. То есть, ребёнок, ребёнок вполне может вести себя так, именно потому, что он научился с какими-то своими чувствами справляться именно так, как вот, ну, как ему кажется. Правда. Вот. То есть, тут, ну, момент такой довольно неоднозначный. Дальше. Дело не в этом, хотя понимаю, что всё взаимосвязано. Да, вы понимаете, но как-то с этим ничего не делать. Дело в том, что на протяжении этого времени не помню, когда мне с сыном было легко. Здесь двоякая история. С одной стороны, именно, вот, именно с одной стороны, я бы сказал, что как будто бы вызвал его сына, возможно, до конца не принимать. Вот. По крайней мере, мне так показалось, что вы не принимаете своего сына до конца. То есть, вы всё время вот как-то, ну, не знаю, может быть хотите, может быть ждёте, да, что он изменится, что он станет другим. Вот. С другой стороны, есть ощущение, что вы, ну, много, достаточно на себя взваливаете. То есть, есть такое чувство, что вы берёте по себе слишком много. Например, здесь имеет место быть гиперопека, например, здесь имеет место быть слияние, судя по тому, что вы говорите «мы». Причём слияние с вашей стороны идёт как в отношении мужа, так и в отношении ребёнка. Вот. Это довольно тревожный момент, потому что получается, что как бы, как будто бы точнее вам сложно воспринимать себя как отдельную личность. Вы чувствуете себя привязанной то к, например, своему сыну, то к своему мужу. Вот. Ну и само собой ничего хорошего из этого не получается и как бы ожидать, что вы будете чувствовать себя свободной не приходит. Вот. И то, что вы говорите, что вам с сыном тяжело, да, действительно может быть обусловлено его состоянием. Но, помимо этого, я думаю, что здесь нельзя игнорировать факт того, что вы демонстрируете признаки, как я уже сказал, признаки слияния. Вот. И это не есть хорошо. То есть тут, ну, необходимо работать именно в контексте личных границ. Вот. И отделение себя всё же от ваших близких. Вот. Даже если они, я имею ввиду ваши близкие, нуждаются в, ну, в помощи, в том числе в помощи, скажем так, специально. Вот. То есть в данном случае это не особо имеет значение. Дальше. Он может, значит, начать истерить, потому что что-то закончилось, не выспался, не любит гулять на улице, ездит на машине. Я могу предположить, что мы связаны, но в данном случае просто хочется сказать, что это его способ обращения со своими чувствами. Пугать с незнакомых мест, легко расплакаться, затихнуть истерки. Психологическая защита. Психологическая защита. Плюс избегание. Вот. Ну, вот, по крайней мере, такое предположение я могу, я могу здесь сделать. Ну, понятно, что могу ошибаться, совершенно понятно, но, тем не менее, слишком уж похоже в данном случае поведение вашего сына на Ну, конечно, несколько видоизмененного поведения, но уже ваше. Вот. То есть тут вот как бы есть, ну, есть свои нюансы, скажем так. И поэтому я обращаю на это внимание. Вот. Дальше. Из плюсов можно отметить, что он интеллектуально развит, читает, разговаривает, пересказывает, поёт, собирает, конструктор, рисует. Вот. То есть вот, понимаете, у вас восприятие ребёнка, оно не целостное, как будто бы. А оно как будто бы вот, ну, в какой-то степени, да, получается дефрагментировано. То есть разбитое на части. Вот, вот у него есть минусы, и вот у него есть плюс. Вот. Это довольно, довольно тревожное восприятие ребёнка. Вот. Потому что, на мой взгляд, ну, воспринимать ребёнку всё же нужно целостно. Если у вас такого целостного восприятия ребёнка нет, то мы неминуемо приходим к тому, что он начинает сомневаться в том, что его любят. Вот. И, собственно, если ребёнок, допустим, ну, сомневается в том, что его любят, да, если он начинает вот воспринимать, ну, какие-то действия, да, ну, например, вот ваши действия. В этом контексте, в контексте того, что его может быть не любят, отсюда, соответственно, ещё больше реакция и ещё больше такая, ну, модель поведения деструктивная. Вот. Поэтому здесь, опять же, что я, чтобы я рекомендовал, стараться отходить от деления на плюс и минус ребёнка, а больше стремления к такому целостному его восприятию. Вот. Вот. И для вас, и для ребёнка это будет только, только в плюс, ну, только в ВВПлюс. Вот. Я думаю, что в той или иной степени также вы можете относиться к, ну, условно говоря, к самой себе. То есть всё, как вы относитесь к своему ребёнку, вы относитесь к самому себе. Вот. Именно в контексте того, что и у меня есть, там, допустим, плюсы и минусы и так далее. Вот. Ваша замкнутость, обратите внимание, что вы замкнутый человек, как вы себя называете, и ребёнок тоже стыдится и тоже замыкается от людей. Случайно ли это? Нет, не случайно. Плюс, поскольку вам сложно взаимодействовать с отцом, то на ребёнка это оказывает влияние в смысле того, что он начинает сомневаться, любит ли его отец. Потому что, ну, видит непохожести, видит различия и видит, в общем и целом, также и схожесть. Вот. Дальше, значит, очень возбудимые впечатлительные, ну, это к чему тут в данном случае не совсем понятно. Плюс ко мне там я писал здесь свою проблему, он отряд отказался выходить на улицу. Если вы писали здесь свою проблему, то, наверное, вы получили ответ, а если вы получили ответ, то, соответственно, наверное, была какая-то проведена вами работа с психологом и так далее. Вот. Не сочтите, пожалуйста, за грубость, но я не очень понимаю, зачем вы, по сути, пересказываете, ну, вероятно, свой предыдущий вопрос. Вот. Было бы неплохо, если бы вы вместо этого написали, была ли вами проведена работа с психологом, то есть непосредственно вы работали с психологом, вы и ваш муж. Вот. Дальше. Муж, значит, взял его в подмышку, занялась, истерика продолжилась дома. Эм, ну вот, я думаю, я думаю, что такое поведение, оно является следствием. То есть, муж не хотел договариваться с Рыбанком, вот. Да, по сути, можно было бы, можно было бы, например, просто отойти, да. То есть, он, там, плачет, да, просто вот отошли с мужем, да, на какое-то расстояние. Ну, вот. Дали мальчику побыть одному и, ну, и всё, в принципе. Ну, нет, зачем-то нужно было именно вот брать и, как бы, насильно что-то делать. Вот. Я хочу сказать, я хочу сказать о том, что подобная модель поведения, когда, по сути, взрослый, ну, скажем так, пользуется своей силой. Вот. Подобные ситуации, они не случайны. Вот. То есть, вам, возможно, не хватает, ну, какого-то вот навыка взаимодействия с, образно говоря, Рыбанком. Вот. То есть, ну, вы не умеете, эм, эм, э, в полной мере взаимодействовать с, э, ребёнком. Вот. А у него есть особенности, у него есть, э, скажем так, некоторые, э, 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 нюансы, которые необходимо учитывать. Вот. Ну и, на мой взгляд, вот, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд, я уже повторюсь, довольно очевидно, что есть проблема, вот, именно, взаимодействия с отцом. Вот. Здесь. Так, дальше, значит, как вы понимаете, мы были в шоке, не знали, как справиться. Опять же, повторюсь, здесь нюанс в том, что, да, есть некая физиологическая сторона, но мы в шоке, здесь, во-первых, влияние, во-вторых, отказ от ответственности. Вот. Шок — это удобное состояние, где я не беру ответственность. Вот. Не знали, как справиться. Справиться с чем? Я серьёзно говорю, что человек, который кричит, да, ну, ни один человек не может долго кричать. Ни один. Да, невозможно долго кричать. Вот. Но, но, крики и, ну, условно говоря, какое-то поведение, оно, если получает подкрепление, вот, оно, в принципе, вполне себе продолжается. Вот. И у меня есть ощущение, что мы с мужем в этом смысле прекрасно, ну, скажем так, подкрепляете поведение своего ребёнка. То есть не даёте ему, ну, ну, в этом смысле какой-то такой отрицательный, да. Стимул. А именно даёте ему позитивный стимул. Вот. Ну и как следствие мы имеем то, что мы имеем. Вот. То есть вот эта вот история про справляться, да, история, ну, про шишок и так далее. Ну, вот. То есть как будто бы здесь вам сложно вот себе доверять в тяжёлой, тяжёлой, ну, в непростую или необычную ситуацию. Вот. И вы, может быть, испытываете точно то же самое чувство стыда и прочее. Вот. Дальше, с трудом нашли невролога, который согласился приехать на дом. На мои рассказы ответ был с такой владительной силой из дома, но с ним так не работает. Наказание угол такого сгубляет поведение сына. Правильно, потому что он думает, что его не любят в этот момент. Вот. Мышь на всё на это реагировал тяжело. А как? Как он на это реагировал? То есть как он на это реагировал? К сожалению, не помогал. Лично возил меня упрёками. А, скажем так. В чём именно упрёки? Ну, вот. В чём именно? То есть, вы здесь вот не раскрываете этот момент. А вообще-то говоря, это очень, очень важно. Это очень важно. Это касается напрямую, ну, вас и вашего мужа. Ну, вот. Почему? В этот момент у него появились упрёки. Откуда у вас ожидания, что он будет вам помогать? Я не говорю сейчас про правомерность или неправомерность этого. Я говорю лишь о том, что ваши ожидания откуда-то взялись. Мне интересно, откуда. Вы говорите, что он вас упрекал. Как? В чём? Непонятно. Но это критическая в какой-то степени ситуация. И то, как вы в критической ситуации себя ведёте, является, извините за тавтологию, тоже критическим. Такое ощущение, что в критической ситуации, когда нужно объединиться было, вы начали решать вопросы своих отношений. Случайно ли это? Нет, это не случайно. Абсолютно. Дальше. Так, значит, в итоге мужа я отправил к родителям. Да, вот, как бы, то есть, ну, эта история про что? Про гиперконтроль, эээ, про гиперконтроль. Вот, и как будто бы правоопеку, то есть, ну, вот, собрала силы, мягко-недовянно, ребёнку мы вышли на улицу. Зачем? Какой смысл? Цель-то какая? То есть, эээ, вы хотите, чтобы ваш ребёнок выходил на улицу. Зачем? Это ребёнку, ребёнку-то зачем на улицу выходить? Вы говорите, я не хочу сидеть всё лето с сыном. Так не сидите, он достаточно взрослый, да, чтобы быть наедине с собой. Не сидите с ним. У меня такое ощущение, да, что вы вот его гиперопекаете, вы привязаны к нему. Как раз, эээ, ну, это про слияние. Так, сын боится врачей после прививок в поликлинике, учитывая нашу ситуацию, я думаю, что у нас большие проблемы по неврологии. Вот здесь снова идёт слияние, я думаю, что у нас... Ну, вот, понимаете, да, как вы вот сливаетесь с твоим сыном? Как нам пройти данное обследование? Вам никак. Как сыну отдельно пройти? Да, можно подумать. Только после того, как будет понятно, зачем. Вот. И, повторюсь, ээээ, вы сейчас слишком к нему привязаны, то есть слито с ним. Я боюсь повторения ситуации в прошлом году, я боюсь не смогу успокоить сына, он реально сильно кричит и становится неуправляемым. А, эээ, а в чём личный страх ваш? Эээ, лично ваш страх, эээ, в чём? Эээ, быть, ну, ну, как, быть, эээ, плохой мамой. Эээ, вы боитесь, эээ, ну, не знаю, беспомощности. Вот. То есть, понимаете, как бы, да, вы с своим ребёнком взаимодействуете, получается, через призму страха. Вот. Ребёнок это чувствует. И ему это, может быть, не нравится. А то, что он, ну, то, что он чувствует. Он может этого бояться, но, в то же время, для него совершенно очевидно, это элемент власти над вами. Потому что он видит, что, ну, в этот момент вы от него, как бы, зависите. Вот. И эта власть, и, как бы, зачем ему, в таком случае, эта власть, эээ, теряется как раз. Знаете, в чём штука? Какой момент здесь? То есть, здесь вам нужно с вашим, эээ, собственным страхом поработать. Эээ, дальше, получается, эээ, более того, я стал нервный, раздражительный. С этим нужно работать. Нервный из-за чего? Раздражительный из-за чего? Я думаю, что из-за созависимости. Эээ, я стал считовищем, наверное. Это аутоагрессия, соответственно, не выражает личные границы вовне. Нам нужно пройти ответ. Никому нам. Нет, нет нас. Есть вы и ребёнок. Знаете? Вот. Значит, так, да, ребёнку вот вы пишите 4 года, да, вы можете возразить, эээ, что его оставлять одного, как бы, эээ, может быть, рано ещё. Вот. Но, я бы сказал, я бы сказал, что, эээ, как-то вот, много вам не кажется, вы требуете от ребёнка в 4, от ребёнка в 4 года. Вот. Эээ, вот такая вот история. То есть, это вопрос нелёгких решений, это вопрос изменения поведения вашего, эээ, это вопрос переориентации ваших, эээ, приоритетов, так скажем, на себя, эээ, ребёнка. То есть, сейчас ребёнок для вас это центр, центр, эээ, эээ, силенции. Вот. Что, в принципе, является нехорошим. Эээ, вот как-то так. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Ээээ, желаю вам всего самого доброго и удачи. Ещё комс правильный марк. 5.